С белорусами у меня прекрасные отношения, многие живущие в Москве со мной общаются. Привет, Кирилл Папакуль, Коломиц Виталик тоже здоров. Да вообще все, кто играл в БГУ, ребята замечательные. В Беларуси я был очень давно, я был еще когда студентом был, ездил туда. У нас были дни физика и здесь, и там. Здесь я имею в виду в Новосибирске, и в Беларуси, и в Минске. Мне эта страна всегда нравилась каким-то таким, я не знаю, как это сказать, такое какое-то спокойствие там всегда было. Вот нервы, нервы, нервы здесь, нервы, нервы. Приезжаешь в Беларуси, и как-то так все хорошо, спокойно. Я не знаю, гарантии этого спокойства было лично батькой, либо нет. И то, что он там сейчас стал пластически пожизненным президентом, его же выбирают все-таки. Я общался с людьми, и многие говорят, да, ты знаешь, нам нравится. Нам нравится некая стабильность, нам нравится, что заводы, опять же, не разворовывают, а работают заводы. Нам нравится то, что существует хоть какое-то производство. Раньше они взяли и сказали, все, мы будем носить только наше все, местное. Сначала это было ужасно, кошмарно, а потом раз-раз-раз научились, посмотрели, как делают итальянцы. Взяли итальянские какие-то дизайны, взяли что-то оттуда, 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 и потихоньку, потихоньку, потихоньку все это сформировалось. Я думаю, что батька, конечно, великий человек, и, по-моему, он единственный, кто сможет победить тот огромный астероид, который, как говорят, НАСА летит на нашу Землю. Ничто нас не спасет, никто нас не спасет, кроме батьки. Батька встанет грудью, заслонит нас от астероида, и будем жить дальше спокойно на Земле миллиарды лет. Продолжение следует...